Привет, друзья! Сегодня замечательный день, 14 октября, день покрова Пресвятой Богородицы. Но, знаете, сегодня этот день, по крайней мере, вторая половина этого дня, началась с грустной для меня новости. Я читал свою ленту в Facebook и вот прочел следующее сообщение, которое начиналось словами «Я уволен, причины и основания происшедшего комментировать не буду». На протяжении всего времени своей работы, в том числе и в тревожный период жизни родного города, я выполнял свои обязанности с полной самоотдачей, как мог. Эти слова написал Константин Савинов. Для меня очень показательный образ чиновника, в хорошем смысле этого слова. Человек, на плечи которого легла забота о таком городе, как Донецк. И с этой задачей он справлялся великолепно. Я знаю Константина Львовича лично, мы общались, мы... Я участвовал в подготовке некоторых проектов, в основном, как участник большого проекта Донецкой «История события факта» инфодон.org.ua. Я помню, что Константин Львович был одним из гостей на передаче, которую ввел на другом телевидении. Вот те самые итоги недели с Денисом Лапиным. Но еще больше я знаю по тому, что происходит в городе. Потому что, честно говоря, работа коммунального хозяйства, работа многих ведомств, она была образцово-показательной. Образцово-показательной не в плане, что это была какая-то потемкинская деревня, нечто такое вот, какой-то мыльный пузырь, это была настоящая реальная работа. Я помню сообщение одного из людей в Фейсбуке, когда он пишет, вы знаете, в без 15.12, 31 декабря, я увидел машину, которая вывозит мусор, и она подъехала под мой балкон и забрала мусорные баки. И тогда я понял, городское руководство, городское начальство работает. Я искренне не знаю, как Константин Львович так долго находился в городе, не выезжая, контролировал ситуацию. Все было довольно хорошо. Конечно, обстрелы, повреждения, но под его чутким руководством бригады быстро, максимально быстро, насколько это было возможно, исправляли все те поломки, все то, что было. А вы знаете, вот бываю в родном городе, сейчас я не бываю там все время, но я регулярно-регулярно приезжаю, работаю, занимаюсь какими-то делами. Я спрашивал у разных людей, от водителей такси до продавцов в магазинах, вот что вы думаете, что происходит, как и... Вот как вы оцениваете вообще работу коммунальных служб? И я вот иногда-то говорил, ну что, ну как они хорошо, они очень работают. И люди говорили, вы знаете, для этих условий они работают очень-очень хорошо. Это настоящий герой нашего времени. И я понимаю, насколько сложно руководить всеми этими процессами. Сейчас трудно сказать, что ждет Донецк в будущем. Что ждет Донецк буквально за один день до официального начала отопительного сезона. Что ждет город, который постоянно подвергается обстрелам. Но с другой стороны, я хочу пожелать удачи Константину Львовичу. Я верю, это начало может быть другого пути, потому что мы знаем, когда закрывается одна дверь, да сбок откроется 10 других дверей. Но в то же время я верю, что в чем-то это огромная утрата для Донецка. Что в чем-то мы теряем такого замечательного менеджера, человека, который руководил прекрасно, на мой взгляд, процессами. Человека большого сердца. Но, быть может, придут новые люди, которые смогут построить работу по-другому, и она будет не хуже. Вы знаете, я в каком-то тревожном ожидании. Я не очень люблю перемены. Я человек, с одной стороны, гибкий, но тот, который быстро привыкает к людям, привыкает к определенным командам, привыкает к определенным... к определенным лицам, да приятным лицам. И мне тяжело иногда перестроиться и увидеть, как это все будет выглядеть иначе. Но что произошло, то произошло. Это определенные перемены, которые пришли в город Донецк, в военный город Донецк, город, который подвергается обстрелам постоянно, в котором везде есть вооруженные люди, который не спокоен, несмотря на то, что вот иногда создается определенная иллюзия, что там течет такая себе мирная жизнь. Увы-увы, дончанам сейчас непросто. Я понимаю, многим легко вот писать свои комментарии, сидя на диване где-нибудь в центральной части страны или где-нибудь у себя дома, где они не слышат звука снарядов, где они не слышат никаких обстрелов. Поверьте, если вы хотите понять, что там происходит, хотите действительно это прочувствовать на себе, приедьте и побудьте день, два, три, посмотрите, как многие люди буквально выживают в этих условиях. Почему они не уезжают, почему они там, что и как. Так, поверьте, это вопросы совершенно другого плана, и здесь каждый вправе делать свой выбор. Я искренне люблю Донецк, я искренне люблю дончан, я желаю, чтобы этот город наконец-то стал мирным и чистое, безопасное небо над головой было не только в других городах, но и в Донецке. И я уверен, дончане этого заслуживают. А вам, Константин Львович, я искренне желаю удачи, всего наилучшего, я верю, все получится, и наш город восстанет, будет жить, и все будет хорошо.